здравствуйте уважаемые рукодельницы сегодня рассмотрим как вязать столбик без накида и как его используют плотном вязание сначала покажу как вязать сам столбик пока без привязки к цепочке из воздушных петель или узору вот у нас есть петля на крючке далее вводим крючок место где будет вывязываться столбик без накида это воздушная петля цепочки или петля предыдущего ряда вводим крючок захватываем нить удобным для вас способом и вытягиваем петлю у нас на крючке образовалось две петли теперь мы делаем накид захватываем нить и протягиваем ее через две петли провязываем их вместе таким образом образуется столбик без накида теперь рассмотрим как вязать полотно и столбиков без накида наберем цепочку из 10 воздушных петель теперь вяжем первый ряд в каждой воздушной петли будет провязан столбик без накида обратите внимание на схему каждый ряд начинается с воздушной петли это воздушная петля является связующим звеном между рядами также помогает формировать край пока петля на крючке не провязана она не является воздушной петлей провязываем петлю на крючке и получаем воздушную петлю первого ряда это и отражено на схеме теперь провязываем столбик без накида десятую петлю вот она вводим крючок вытягиваем петлю и эти две петли провязываем вместе далее теперь провязываем столбик без накида 9 петли провязываем вместе 2 петли второй столбик без накида следующую воздушную петлю вводим крючок вытягиваем петлю и две петли провязываем вместе и так до конца ряда первый ряд обычно вязать не очень удобно всем не только начинающим вязальщица всего столбиков у нас должно быть ровно 10 посмотрите как выглядит ряд столбики а между ними такой мостик перемычка которая соединяет столбики а мы разворачиваем вязание и начинаем вязать второй ряд с воздушной петли а вот так выглядит ряд с другой стороны и в этом ряду чтобы провязать провязывать столбики мы будем вводить крючок между столбиками вот под эту перемычку под эту петлю вводим вытягиваем петлю провязываем столбик без накида дальше опять следующие под следующую перемычку вытягиваем петлю и так до конца ряда так крючок легко вводить то есть столбики без накида вяжутся со смещением шахматном порядке не друг над другом а между столбиками предыдущего ряда их также должно быть 10 штук и здесь на конце вот у нас столбик а это у нас была воздушная петля и вот между ними бой вытягиваем петлю и провязываем столбик и теперь считаем сколько у нас их у нас должно быть их 10 10 вот все 10 петель получать внимательно считайте количество столбиков в каждом ряду потому что на концах можно их потерять особенно если воздушную петлю не провязывать если ее не провязывать принципе ничего страшного не случится просто край будет менее растяжима далее мы вяжем третий ряд разворачиваем делаем воздушную петлю и начинаем опять вязать так же как мы вывязали предыдущие ряды под перемычку вводим крючок вытягиваем петлю провязываем и так до конца ряда таким образом у нас образуется полотно и столбиков без накида вот обратите внимание сверху получается вот такая цепочка и по ней можно считать петли 10 но если вы провяжите петлю и начнете считать то вы можете ошибиться потому что здесь уже образуется еще одна петля поэтому считайте петли до того как вы перешли к следующему ряду рапорт этого узора состоит из двух рядов так как смещение в шахматном порядке повторять 1 и 2 ряды на схемах столбик без накида может обозначаться таким знаком или таким в зависимости от программы и наличие места для нанесения знаков в любом случае смотрите описание или условные обозначения я уже говорила ранее что петли в ряду смещаются и вяжутся в шахматном порядке но на схемах это может не отражаться знаки могут наноситься друг над другом особенно в узорах где используются другие элементы вязания но это не значит что они вяжутся друг над другом опять отсылаю вас к описаниям и условным обозначениям но все-таки вариант вязания столбиков без накида друг над другом тоже существует в основном в плотном вязание называется в раскол я вам только покажу как вяжется без особых подробностей чтобы просто было понимание различия провязывания вот у нас столбик посмотрите как он выглядит вот шляпка а это ножки такие две ножки у него чтобы нам провязать столбик над столбиком нам нужно ввести в крючок прям вот очень низко под шляпку видите какая толщина остается прям по центру ввести вынуть нить и провязать и так до конца ряда и получается вот такое достаточно плотное полотно с одной стороны и с другой стороны на схемах такое вязание может обозначаться таким знаком но могут быть и другие надеюсь я вас не запутала но только на схему не всегда надо полагаться надо просматривать и условное обозначение и описание следующем выпуске рассмотрим столбик без накида в круговом вязание